Это лето для многих поистине засушливое, ведь всем нарушителям отключают воду. Эта мера предусмотрена законом. Такая участь сегодня чуть было не постигла частную гостиницу «Русалочка». Однако после проверки выяснилось, что «Русалочка» как раз в характерном запахе, который разносится на всю улицу декабристов, не виновата. Вот у нас даже видно, мы в прошлом году попали. У нас мы качаем центральный канал. Наша вода отсюда никак и никуда не уходит. На деле и правда оказалось, что на территории гостиницы есть лосы, где производится переработка фекалий, и от них стоки поступают в централизованную канализацию. Практически не отходя от места, сотрудники Роспотребнадзора и санэпидемстанции обнаруживают загрязненную ливневку у соседей. Почему у вас нет централизованной системы водообведения? Почему здесь грязь течет? Это все в море вытекает. Какая общая канава? Здесь вход фекальный. В присутствии сотрудников полиции специалисты произвели забор воды и взяли на анализ почву. Результаты лабораторных исследований будут готовы через несколько дней. Если в них определят наличие фекалий, то хозяева этого дома ответят по закону. А пока сотрудники водоканала отключили им воду. Но, как говорят специалисты, встречаются и такие, кто самостоятельно вновь подключается и продолжает загрязнять экологию курорта. Мы ежедневно работаем, выявляем. Порядка трех-четырех рабочих групп работают в данном направлении. Не всегда попадаются добросовестные граждане, которые хотят жить по закону. Есть граждане, которые нарушают данное законодательство, сбрасывают на рельеф. Регулярные рейды в Сочи идут уже не первый месяц. Есть и положительные примеры. Застройщик дома в Адлере после визита главы города Анатолия Пахомова устранил все нарушения. И здесь канализация в реку больше не течет. Всего же на сегодняшний день уже 4000 абонентов решили вопрос с канализованием. Люди обращаются в водоканал, в Курганинский групповой водопровод, получают технические условия и их реализуют. В администрации подчеркивают, что данная проблема будет решаться кардинально. В любом случае комиссии придут к каждому нарушителю. И в конечном итоге в Сочи будут ликвидированы факты сброса фекальных стоков ливневки, реки или моря, что поможет значительно улучшить экологию курорта.